Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, Катерина. Вы знаете, вот по ответам экспертов, наверное, ближе всего мне будет ответ Лидии, потому что она, на мой взгляд, довольно правильно вам сказала, о том, что у вас букет комплексов с набором, вот. Она, правда, мне бы хотелось немножечко со своей стороны чуть-чуть дополнить, как бы это она вам сказала, и некоторые корректировки и поправки, на мой взгляд, внести. Значит, во-первых, что стоит за посадом хорошей девочки? Точно не желание такой хорошей быть. За посадом хорошей девочки стоит потребность в первую очередь получить одобрение. И в первую очередь подсознательно получить одобрение от матери. То есть вы своей маме пытаетесь доказать, что вы действительно хорошая, чтобы она вас одобрила. Тем самым, демонстрируя ей, как бы добиваясь ее любви, ее принятия в вас. Это первое. Здесь нужно сказать такую вещь, что, как бы, ваша мама, она не то чтобы из нее принимает вас. Она просто по-своему боится за вас. Она боится за вас, за то, что вы, если не будете следовать ее советам, будете несчастны. Это вот нужно понимать, довольно хорошо нужно понимать, что если вы не будете следовать ее советам, как она говорит, то вы будете не следовать, по мнению своей мамы. И она таким образом вас защищает, как может, как умеет, но защищает. По крайней мере, по крайней мере, ей кажется, что она это делает. Ну, делает ли она это действительно или нет, это уже вам решать, не нам. Но то, что она хочет это сделать, это точно. Вы, в детстве, будучи ребенком, скорее всего, воспринимали ее отношение к вам, как что-то негативное. И я так сильно подозреваю, что вы полагали, что мама вас недостаточно любит, и хотели добиться ее расположения. Знаете, если человек не любит своего ребенка, то он его уже не примет никаким. Если человек заботится о ребенке таким вот образом, пусть и немножечко странным, то опять же, свое мнение человек не изменит, не сможет изменить. Он бы и рад, но не сможет, потому что такие у него установки, такие у него взгляды. И вам, свою маму, нужно принять. Такой, вот. Это первое. Второе. По поводу комплекса жертвы, ну, да, отчасти это действительно так. Потому что вы, как бы, пытаясь быть хорошей для всех, перекладываете ответственность, получается, на нормы этого самого хорошего. И, значит, снимаете ответственность с себя. То есть вы говорите, что я вот поступаю, например, так, не потому что я так хочу, не потому что для меня так правильно. А потому что, вот, по моему мнению, это принесет мне пользу, одобрение со стороны людей, ну, и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть этот момент, вот, именно так вот выглядит, что в этом, в этом контексте, да, вы действительно являетесь жертвой. И здесь опять же, опять же, здесь момент такой, что это работа над собой, это доверие себе, это, значит, определение того, что вам важно, определение своих собственных ценностей, ограничение своих интересов от интересов других людей. И, внимание, мы подходим к самому главному. Это ваш страх. Страх, что вы останетесь где-то, например, на обочине. Страх, что вы будете неудачницей. Страх, что вы потеряете что-либо, если не будете действовать так, как нужно для того, чтобы быть для всех хорошим. И вот страх, вы боитесь. Но, фактически, фактически, чего вы боитесь? Вы боитесь того, чтобы быть самостоятельными. Вы боитесь самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. Вы боитесь сказать нет. А что? Что идет за этим? За страхом сказать нет. Неодобрение людей. А что идет за неодобрением людей? Что за этим идет? А за этим идет ваше мнение относительно того, как негативные аспекты по отношению к вам себя проявят, если вы скажете кому-то нет. То есть какие-нибудь непосредственно отрицательные моменты вы получите, если будете говорить нет. Это страх. И вот с страхом так же нужно работать. Чего вы боитесь? Почему вы боитесь? То есть страх можно рационализировать, увидеть предмет этого страха, продумать, как вы будете действовать, если все-таки наступят вот эти вот негативные последствия, которых вы боитесь и так далее. То есть страху применим целый комплекс методов, которые помогают его не побаривать, а которые помогают его просто немножечко принижать. Потому что страх – это нормальное чувство, нормальное ощущение. Его нужно принимать в себе, но использовать грамотно. То есть использовать грамотно именно, чтобы он был вам на пользу. Этот самый страх. Далее. Вам, Лидия, сказали, что у вас комплекс неполноценства. И опять связано это с тем, что руководствуясь чужим мнением, мнением других людей, вы не руководствуете своим мнением, своей системой ценности. А это значит, что вы живете как бы не своей жизнью. А это значит, что вы не чувствуете себя полноценным, равноправным партнером по отношению к другим людям. И вот здесь тоже очень важный момент хорошей девочки. Что? Являясь хорошей, вы являетесь хорошей для всех, кроме себя самой. О себе самой вы забываете. Хоть и в контексте, Екатерина, вам я рекомендую двигаться в нескольких направлениях. Первое направление – это направление организации личного протратства своего. Второе направление – это четкое озаднание своих ценностей. Третье направление – это постепенный перенос ценностей из области абстрактного в область реального и материального. То есть поступайте хотя бы в мелочах. Начните с мелочей. Поступайте хотя бы в мелочах, отходя из своих ценностей. Далее, попробуйте уступать в такие вот легкие споры с людьми по незначительным моментам. Смотрите, как они реагируют, как реагируете вы и почему. Рефлексируйте. Учите отстаивать свою позицию, тогда вы поймете, что за этим страхом нет ничего. Нет ничего за страхом того, что вы боитесь. За ним нет просто иной путь поведения и не более того. Иной путь. Кроме того, вам нужно, Екатерина, определиться вот с каким аспектом. Вы можете жить совершенно спокойно. Так, как все. Вы можете жить, действовать, говорить, поступать так, как все. Как принято. Как заведено. Как никто это стоит. И тогда вы получите поддержку со стороны людей. Тогда вы получите одобрение со стороны людей. Тогда вы получите защиту со стороны людей. И все у вас будет, в принципе. Будете вы обычным членом социальной группы. Не более того. Вы не будете жить своей жизнью. Вас не будет своей целью. Все это сделает за вас общество. Подумайте, нравится ли вам такая картина или нет. Подумайте, устраивает ли вас такая ситуация или нет. И если нет, то поймите, что вам нужно двигаться своим путем. И этот дух люди всегда будут не позволять вам использовать. Потому что любое противление тому, что вы делаете, заложено в генах общества. Общество противится, когда кто-то поступает не так, как им установлен. Это нормально. Это нормально. И поэтому, начинать вам нужно с того, что вы будете делать выбор при выполнении своих социальных ролей. Выбор свой. Выбор личностный. И завершая свой личностный выбор, вы будете становиться индивидуальностью, которую вам придется отстаивать. Руслан нужно понимать, что если вы поступаете как личность, если вы совершаете индивидуальный выбор, если вы являетесь индивидуальностью, то индивидуальность всегда нужно отстаивать. И только сделав все это, вы избавитесь от своих комплексов. Но, опять же, у вас есть причинно-следственная связь. Комплексная причинно-следственная связь, выражающаяся в ложных понятиях. Каких? Каких понятиях? Если я не буду хорошим, мне будет плохо. Если я не буду хорошим, я не буду успешным. Вот эти причинно-следственные связи нужно разбивать. Эти установки, которые основаны частично на страхе, частично на опыте, частично на эмоциях, нужно развивать. И вместо них выстраивать понятия истинные, соответствующие реальности. Это работа. Но основные моменты я вам дал. Тем не менее, я считаю, что, насколько вы к маме приезжаете, и поскольку получается, что вы живете не с ней, то я не думаю, что вы прям такая уж жертва. Я думаю, что, когда нужно, ответственность за себя вы не сделаете, но просто вы в большей степени ущемляете свои интересы. И вот по причине того, что вы свои интересы ущемляете, вам и кажется, что вы хорошая девочка, хорошая для всех. И вот с этим вам нужно работать. Тогда и все остальные комплексы, о которых вам сказала эксперт-лидия, тоже исчезнут и пропадут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если никаких вопросов остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...